Лицей номер 15 в Вышнем Волочке – ресурсная база Тверского областного института усовершенствования учителей. Здесь работают высокопрофессиональные педагоги. Результаты ЕГУ учеников лицея выше средних по региону. Преподаватели и ученики не раз становились победителями конкурсов в рамках нацпроекта образования. Настоящей изюминкой лицея стал музей народного быта «Лучинушка», которому в этом году исполняется 20 лет. Сейчас в учреждении завершаются масштабные ремонтные работы. «Лицей в этом году участвует в южном проекте, благодаря которому мы будем иметь возможность получить новых 105 окон и 35 пластиковых дверей и полная замена оборудования, которое осуществляет отопительная система нашего лицея». По словам Андрея Шевелева, одно из основных достижений руководства города – решение за такой небольшой срок вопроса очередей в детские сады. «Еще раз убедились в том, что мы правильно выбрали вектор, когда мы прекращаем говорить о десятилетиях строительства. Детский сад позволил нам, только принципиальная позиция местной власти позволила нам просто снять очередь от трех до семи лет в городе Вышний Молочок. Теперь мы праве заниматься уже, и у нас появляется возможность заниматься малютками от нуля до трех и решать уже эту проблему. Это то, что делается, и нам важно именно, чтобы этот такой момент пошел по всем муниципалитетам, чтобы вылазь действительно понимала свою ответственность». В транспортной отрасли города продолжаются работы по ремонту дорог. Впервые за много лет в прошлом году были отремонтированы дворы. Сейчас началась реконструкция Казанского проспекта. «Развезли новые опоры уличного освещения, ну и, наверное, завтра, послезавтра начнут уже фрезеровать, потому что все отметки репера выведены. Будет хорошая новая, в общем-то, улица у нас Казанский проспект с ракуарами, с новыми бордюрами, с новой ливневой вдоль всего проспекта ливневой канализации, с новым уличным освещением». Вышний Молочок активно участвует в региональной программе по переселению из аварийного жилья. За ближайшие три года планируется переселить 457 человек. На это будет направлено более 320 миллионов рублей. Хорошими темпами идет выделение земельных участков многодетным семьям.